Здравствуйте, мои прекрасные зрители, мои прекрасные хозяйки! Ну что ж, я приветствую вас на очередном кулинарном шедевре. Этот рецепт я знаю давно. Признаюсь, я не очень... Прошу прощения за свой маникюр, точнее за его отсутствие. Я просто рисую картины, дорисовываю, нечем заняться сейчас. Поэтому, в общем-то, нет смысла покрывать ногти лаком. Хотя, возможно, стоило это сделать. Итак, нам понадобится фарш, нам понадобится вот такой сыр для этого рецепта. Это традиционный итальянский рецепт. Итальянцы и итальянские дети очень любят такое блюдо. Я никогда его сама не готовила. Более того, никогда не покупала его, допустим, в супермаркете, либо на рынке. Фарш понадобится нам любой. У меня фарш для тартара. То есть, это фарш, которым можно есть сыры для блюда тартара. Вы можете взять фарш кролика, вы можете взять, на самом деле, любой фарш. И вы должны понимать, что если вы возьмете вот такой фарш, допустим, для тартара, у вас блюдо будет совершенно нежирным. Но зато оно будет более сухим и более жестким. Поэтому, чем жирнее фарш, тем, в общем-то, такой же случай, как с котлетами, у вас получится более сочное блюдо. Я даже не могу вам сказать точно, как называется это блюдо. Это совершенно не важно. По-русски будем называть это котлетами. Сегодня я готовлю его в первый раз. Рецептура очень проста. И я сразу, забегая вперед, могу сказать, что моим очень и очень понравилось это блюдо. Они съели его быстро и съели в тишине. Итак, я застилаю фольгой доску разделочную. Вы можете взять пищевую пленку, но вы можете взять также специальную бумагу, в которой можно даже жарить. Это связано с тем, что вам нужно будет заформировать. Сейчас вы посмотрите и поймете. И потом, если вы будете это делать, допустим, просто на разделочной доске, будет просто-напросто очень трудно взять и переложить, сохраняя форму блюда будущего, переложить на сковородку. Итак, необходимо вот таким образом очень-очень тонко расстелить фарш. Вы можете использовать, конечно же, вы можете использовать скалку, но у меня ее нет. Я ее когда-то расхламила. Но сейчас вы увидите, я приноровилась делать ножом, скажем так, делать фарш этот более плотным и более тонким. Выкладываем кусочки сыра. Это будут наши будущие квадратные котлеты. Кусочки сыра вы можете взять любого, желательно тот, который не очень растекается. Но на самом деле конкретных требований, характеристик нет. Очень хорошо прижимаем сыр к фаршу и отрезаем лишнее. Лишнее понадобится нам на второй слой нашей фаршированной котлеты. Убираем, убираем. Видите, при помощи ножа мне удается, достаточно даже сохранив слой фарша, приподнять его. Тут я вспоминаю, что нужен еще один ингредиент. Повторюсь, я это блюдо в первый раз готовлю, хотя оно очень простое. Следующий ингредиент это ветчина. У меня ветчина, так называемая икруду, то есть это ветчина высушенная. Вы можете взять любую ветчину. Вы можете взять даже очень тонкий слой колбасы. В Италии очень любят добавлять мортаделлу. Мортаделла по вкусу очень похожа на нашу вареную колбасу, знакомую нам с детства. Любую колбасочку можете взять. Любую прошутто, то есть получается любую ветчину также. Выкладывайте сверху, удаляете лишнее. И вот это лишнее, из этого необходимо будет заформировать верхний слой. Вот при помощи ножа, я сейчас вам показываю, как можно сделать слой фарша очень-очень тонким. Выкладывайте и снова делайте вашу квадратную котлету неформальной. Кстати, котлета могла быть и круглой, если бы сыр у вас был круглый. И можно при помощи, так же как мы делаем вареники, при помощи стакана придавать форму. Но я решила не усложнять себе жизнь. Вот таким образом, видите, мне легко удается приподнять именно с фольги. С этой стороны блюдо выглядит более красивым. В общем-то, если вы готовите для гостей, вы, конечно же, постараетесь чуть больше. Я готовила очень быстро для семьи. После того, как я вернулась со своей такой импровизированной прогулки, на самом деле я хотела купить газеты, потому что меня очень заинтересовала полемика. Полемика политическая. На самом деле я хотела купить и модные журналы, но я больше хочу купить журналы, точнее газеты, которые освещают в том числе позицию партии. Потому что вот сейчас появилась публикация о том, что Ренци – это представитель одной из партий очень влиятельных. Он сам очень известный политический деятель, говорит о том, что необходимо открыть фабрики до Пасхи и открыть школы, открыть библиотеки. В общем-то, восстановить жизнь Италии, потому что иначе Италия умрет с голода, не от коронавируса, никто не работает. Выделяются уже бюджеты на еду гражданам. Я не знаю, как они будут распределяться. И меня очень интересует, скажем так, освещение этих тем в газетах именно. Ну что ж, я выкладываю вторую котлету, простите за вступление о политике. И все, у меня остается фарш лишний. Сейчас я заформирую третью котлету. Она будет классическая, а потом я вам покажу, как эту же котлету можно сделать, допустим, с рисом, либо с какими-нибудь очень мелко порезанными овощами. Это может быть брокколи, это может быть просто капуста, тертая морковь. На самом деле, все, что любит ваш ребенок. Я думаю, что многие мамы поняли, что я готовлю с прицелом на детей. Эту квадратную котлету я делаю треугольной, чтобы мне было удобно жарить. В Италии очень дорогая электроэнергия, сейчас нужно экономить. Поэтому я максимально заполняю пространство сковороды тем, что разрезаю котлету. Квадратная котлета превращается в треугольную. Как вы видите, здесь я уже не очень стараюсь. Почему? Потому что вокруг меня ходят мои голодные дети. Они чувствуют очень вкусный запах. Повторюсь, это блюдо получилось очень-очень вкусным. И спрашивают мамы, когда можно мыть руки, когда можно мыть руки. Поэтому мама очень сильно ускоряется и начинает все вот таким образом выпекать. Мне на самом деле повезло. Я могу вам сказать, что я использовала сыр Эдемер. Это голландский сыр. Он случайно попал в эту закупку, муж купил. Я, в общем-то, его попросила. Сказала, простой сыр, самый простой, без консервантов. Это был сыр Эдемер. И, как вы видите, он очень хорошо себя ведет на сковороде. Он не растекается. Я в это время формирую, да, вот заформировала еще один треугольник. И все, жарю. Чем более поджарены будут ваши котлеты, не так, как сейчас я вам ее показала, тем будет вкуснее, тем легче вам будет перевернуть. В это время рядышком я буду делать подобное же блюдо для Егора с рисом. Я много раз рассказывала, что Егор у нас не очень любит мясо. И он является, как я считаю, вегетарианцем от рождения. Он всегда очень хорошо ел фрукты, овощи, овощи вареные, овощи печеные, овощи сырые. И до сих пор сохранил свои подобные преференции. Поэтому для него я делаю котлету с рисом. А в рисе чуть-чуть брокколи. Это может быть шпинат. На самом деле здесь полет вашей фантазии, хозяйской и кулинарной, ничем не ограничен. При помощи ножа, сразу могу сказать, очень удобно формировать фарш. Вот таким образом. И даже скалку бы я вам, наверное, не рекомендовала здесь брать, потому что, возможно, прилипать будет на скалку. Ну и скалку мыть потом сложнее. Нож вы и так будете использовать. Высыпаю рис, чуть-чуть брокколи, чуть-чуть шпината. Конечно же, рис уже приготовленный. И вот таким образом формирую. Не получается у меня хорошо прикрепить рис. Тоже необходимо вбить фарш. Но сейчас дела у меня пойдут чуть-чуть лучше. Ну, в общем-то, я думаю, что уже очень многие поняли, что здесь ничего сложного не будет. Процедура повторяется. Повторюсь, начинку вы сможете сделать любой. Я думаю, что здесь будет очень хорошо какая-нибудь обжарка. Допустим, лук, немного моркови, немного овощей поверх фарша. Потом, опять же, кусочек сыра, кусочек любой ветчины. И выкладываем второй слой из фарша. Сразу хочу сказать, что фарш солить не стоит, потому что сама по себе ветчина, тем более вот такая сухая, высушенная, которая, безусловно, не портится прежде всего, потому что она обработана очень хорошо солью, даст достаточное количество соли и солености вашему блюду. Поэтому солить фарш не стоит. Можете его поперчить, если вам нравится добавить любые другие специи. Но традиционно в итальянской рецептуре фарш ничего не добавляется. Это просто фарш. Ни яйцо, ни томатная паста, ни что бы то ни было. Сто процентный фарш. Ну что ж, как вы видите, я могла бы, конечно, улучшить эстетический вид. Обычно именно эстетический вид моих блюд вызывает больше всего критики и недоумения. Но, повторюсь, это блюдо я готовила в первый раз. Я готовила его очень-очень быстро в окружении двоих голодных младших детей. И я считаю, что получилось у меня очень даже хорошо. Прежде всего потому, что получилось очень вкусно. Дети ели быстро и дети, самое главное, ели молча. Когда у нас за столом есть молчание, это значит, что дети едят с удовольствием то, что я им предлагаю. Очень легкое блюдо. Рекомендую попробовать. И, в общем-то, по большому счету, это такой бутерброд из мяса. Но мне больше нравится название «квадратная котлета». Ну что, сейчас я выложу порцию для Данечки. Кстати, Данечка меньше всего оценила это блюдо. Ему не понравилась ветчина. Ветчина, когда прожаривается, становится в определенных местах очень жесткой. И вот действительно трудно ребенку прожевать. Поэтому, если вы живете в Италии, конечно же, лучше брать прошутто котто, чем прошутто крудо. Вот таким образом будет выглядеть монопорция этого прекрасного блюда. Сейчас дожарю то, что я заформировала с рисом. И позову все к столу. Желаю всем приятного аппетита. Желаю всем несложного карантина. Желаю всем легко кормить свою семью. Потому что я столкнулась с готовкой в таких объемах, каких, в общем-то, я никогда раньше не готовила. Скоро я покажу вам вариацию на тему сырников. При помощи, в общем-то, стандартной базы и кокосовой стружки. Получилось очень-очень вкусно. И скоро я вам также покажу рецепт, как я готовила классическую пасту с помидорным соусом и со скампи. Скампи – это такая вариация креветок. Всем желаю хорошего настроения. Кстати, это Данечка задел мне штатив. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok